Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор заказов Аберлик по 10 каталогу плюс новинки, вид новинки 11 каталога. Итак, поехали! Что же у нас тут с вами интересного? Ну, во-первых, интересное это пробник парфюма. Я заказала, девчонки, у нас сегодня с вами будет великолепная возможность потестировать пробник и полноразмерку. Потому что первый маленький заказ у меня ушел, был доступен пробник, а потом уже по программе Драйв я заказала 3, целых 3 парфюма по цене 2. Ну, в общем, они там вышли вообще копейки, что-то рублей 500. Я на подарочки взяла новый парфюм, девчонки, артикул пробника 2569. И очень часто девочки в комментариях пишут, это парфюм у нас с вами Прима, как он правильно читается, не буду коверкать, но вы поняли, вот этот новый розовый. Сейчас я достану флакончики, мы с вами посмотрим. Очень часто девчонки в комментариях пишут, что пробник и полноразмерка вообще разнятся, просто разнятся. Поэтому мы сейчас с вами сравним. Сейчас я докопаюсь до парфюма, и мы обязательно с вами сравним. Если честно, в Фаберлик Драйв заглядываю редко, но так как я вип-консультант, там все равно какие-то ништяки идут. Прима, бацо, как-то так. В общем, не буду коверкать язык, я не смотрела в каталоге, если честно, как он называется. И в этот раз можно было по драйву взять три парфюма по цене двух, то есть они вообще вышли за копейки. У нас с вами артикул полноразмерочки. Где он, где он, где он, вот он, 33-30. Приходят все в слюде запечатанный. Два я оставляю, а один мы сейчас с вами распечатаем и будем тестировать. Я уже видела отзывы у випов на этот парфюм разные, интересные, но вроде как описывали его, что аромат для молодых девчонок, такой легкий, искристый и так далее. Так, сначала хочу открыть пробник, потому что мне на самом деле интересно, у меня первый раз, наверное, вот так в руках и пробник, и полноразмерка, и хочется действительно понять, отличаются ароматы или нет. Флакон такой интересный, видите, тут какая крышечка, то есть она полая, просто дырочка, и вот он сам дозатор, стекло. Так, 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 давайте начнем с пробника, я его сейчас нанесу на одну руку, и мы с вами потестируем. Интересно просто, ну не могут же наливать из разных бочек, грубо говоря. Слушайте, аромат действительно икристый. Он мне что-то напоминает из брендовых ароматов, я не могу понять, что. Немножко, знаете, на что девочки похожи мои хорошие, особенно девочки мои с телеграм, на модерн принцесс. Искристый такой шампусик, сладенький, очень интересный, но я не могу сказать, что это прям только для девочек, нет, я и на дамах в возрасте этот аромат вполне себе ощущаю. Он, интересно, как-то шлифт. Слушайте, я не прогадала вообще, мне нравится, вот что прям схватило три флакона. Так, теперь на момент разницы. Слушайте, у меня такое ощущение, что вот, знаете, я что здесь чувствую, у меня почему-то ассоциация с осенью, с новыми вещами кожаными. Вот есть какая-то такая нотка. Ну, конечно, с флаконом он гораздо насыщенней, нежели из пробника. Из пробника он как-то быстро на запястье погасает. Но в целом, в целом одно и то же. В целом одно и то же, но вот как-то на запястье, куда я нанесла с пробника девчонки, он как-то быстро погас, не знаю почему. Здесь он звучит ярко, ну потому что распылитель. Вообще любой парфюм, распылитель, либо вот из пробника, он все равно будет разниться. Даже если мы из этого флакона перельем в пробник и на руку нальем, намажем, будет по-другому чуть-чуть звучать. Слушайте, это классный аромат. Это классный аромат ни на что. Фаберлик точно не похоже, абсолютно. Есть у меня ассоциация какая-то легкая вот с Modern Princess ароматом. И он классный, он мне очень нравится. Я его на себе ощущаю. Здесь, знаете, такое ощущение, что как будто вот несколько люксовых ароматов понамешано. Слушайте, он такой дешевый, и он мне нравится гораздо больше, нежели дорогие ароматы Фаберлик. Вот честно. И я бы не сказала, что он легкий. Вот не знаю, почему у меня такая ассоциация. Новые вещи, только что купленные, почему-то вот в школьные времена они как-то по-особенному пахли. Сейчас такого нет в вещах. Сейчас все новые вещи пахнут как старые. Вот как-то новые вещи и кожаные вещи. Вот кожаная новая куртка. Не то, что этот прям вот аромат пахнет кожей, а вот этой вот новой вещью. Не знаю, как вам еще описать, но он классный. Девчонки, он классный. Он классный, он мне очень нравится. Если он будет шлейфить, а я уже чувствую там сзади какие-то нотки, вот именно которые мне нравятся, которые у меня вот ассоциируются с такими воспоминаниями, то я буду с удовольствием уносить. Он не приторный, он не пудровый, не свежий, хотя он легкий. Цветочки. Вы знаете, вот какая-то химия. Какая-то вкусная, классная химия на заднем фоне, которая вот мне прям отчетливо чувствуется. И благодаря ей именно он для меня притягательный. И вроде как легкие гурманские нотки, ну вот совсем чуть-чуть, вот совсем вот прям капельку для того, чтобы этот аромат разбавить. Я не читала описание и не хочу его читать, если честно, но запястья звучат по-разному. Из пробника аромат не такой вкусный, не такой насыщенный. Ну вот даже если я сейчас вылью пол пробника на руку, мне уже не жалко. Да мне и вообще их никогда не жалко. Хотя я много достаточно вылила. Ну вот, нет. На запястье, куда я пшикала из флакона, звучит гораздо вкуснее и интереснее. А из пробника налила вообще, рука вся мокрая, прям спиртяка, честно, ей-богу. Сейчас немножко постоит, выветрит. Слушайте, ну вот нет. Ну вот правда, ей-богу, из флакона интереснее, девчонки, звучит. Из флакона чувствую вот этот классный шлейф, а вот здесь я его не чувствую, где из пробника наливала. Практически не чувствую. Вот он как-то менее выражен, что ли. Я не знаю, с чем это связано, девчонки. Может быть, в связи с тем, что тара такая, я не знаю. Потому что, ну я сомневаюсь все равно, что на производстве разливают из разных флаконов. Или менее концентрированные, разбавляют пробники, не знаю. Вот менее концентрированные, могу сказать, да. Я не чувствую вот этой притягательности на руке, куда полила из пробника. Вот не чувствую. А вот здесь чувствую. Мне очень нравится. Ой, он классный, девчонки, он классный. Почему-то вот у меня ассоциация с ранней осенью и с новыми вещами. Вот такая ассоциация. Цена вопроса вообще смешная, поэтому берите, пользуйтесь. Поехали дальше. По стойкости, девочки, я готова написать целый пост в Дзене по этому парфюму. Я буду его носить, тестировать, слушать шлейф. И прям в Дзене напишу подробный пост по стойкости на коже, на теле, на одежде и так далее. Потому что он мне интересен на самом деле. Так, заказала себе хлореллу и спирулину пропить, потому что недавно что-то мне пост опять какой-то попался от какого-то медицинского сотрудника научного. И вот прям хлорелла и спирулина вещь необходима и нужна и вообще от всех бед. Поэтому я решила повторить. Взяла еще, буду пить 157-57 артикул. Этой пачки вообще хватает надолго. Я не пью по инструкции. Здесь по инструкции у нас с вами по 6 порций в день перед едой запивая стакан воды. Я по 3 пила предыдущую пачку. По 6 мне вот это вот все заглатывать горстями как-то не очень удобно. Я пила по 3, считаю, что в принципе его тоже вполне достаточно. Содержание хлореллы и спирулины в этом бане оно достаточное. Так, девчонки, антистресс. Вот такой вот бат заказала. Это молекулярный бат. Я пила бат Фаберлик. Теперь захотелось попробовать именно молекулярный антистресс. Вон и Фаберлик неплох, но классический, который я сейчас покажу, где он. Вот тут где-то рядышком, вот чуть-чуть совсем осталось. Ради интереса можно составы посмотреть. Но они, конечно, различаются в корне. Здесь и концентрации другие. Молекулярные бады вообще по составам классные. Артикул 100... Так, 156-76. И что у нас здесь с вами? У нас здесь с вами... Пассифлоры, цветков, экстракт, в том числе флавониды. Ой, девчонки, я не буду языковеркать. В общем, здесь есть еще Мелисса и Шафран. А вот в баде Ностресс классическом у нас тут с вами витамины группы В, магний. Тоже есть Мелисса и тоже Пассифлора. Слушайте, они похожи, но здесь концентрации побольше на самом деле вот в этом баде. Так, поскольку у нас этот пьется, тот по две перед сном, по-моему. Если не ошибаюсь, я, по крайней мере, так пила. Да, так, я перед сном пила, да, потому что... Но я не скажу, что он вызывает сонливость, но сон вот после этого, но стресса становится таким спокойным, умиротворенным, без снов, крепким. И, ну, меня в целом устраивает. Так, здесь у нас 60 капсул и по две капсулы один раз в день во время еды. Перед началом применения рекомендуется проконсультироваться с врачом. Вот, смотрите, как пишут. Продолжительность приема один месяц. То есть, по сути, при необходимости можно повторить в течение года. По сути, этот бад не на постоянку. Ну, я не знаю, что тут может вызывать привыкание. В принципе, здесь все практически растительное. Не знаю. В общем, буду пить, расскажу. По сути, здесь все запечатано, кстати, заслуживано. Они все выглядят так одинаково. Смотрите, у меня подделка. У меня одна капсула пришла пустая, мне на производстве. Сейчас покажу. В одну капсулу... Да вот она не хочет вываливаться. В одну капсулу не положили. Но стресс. Кто-то употребил во время производства. Представляете, первый раз у меня такое... Одна она тут такая, да, сколько не брала, уже молекулярные бады. У меня вот такая подстава. Первый раз. Ну, ладно, я им прощаю. Кому-то, видимо, было нужнее. Или просто просмотрели. Никак они не пахнут практически. Все молекулярные бады. Так, поехали дальше. Дальше заказала сменный кушон из линейки Glam Team для своего кушона Iseul. Они подходят к кушонам Iseul. Я уже показывала, как их меняла. И по самим кушонам, и Babyface, и Iseul есть подробные ролики, где мы их с вами сравниваем. Так, я взяла в оттенки, девчонки. Я уже запуталась. Я знаю, какой мне там оттенок подходит. В общем, артикул 6641. Это совершенно такой же оттенок, как и оттенок кушона Babyface. То есть он абсолютно такой же. Вот он такой немножко с желтинкой сначала, но потом подстраивается под тон кожи. Подстраивается даже девочкам совсем бледненьким, совсем светлокожим. Подстраивается, и все отлично. У меня пока еще есть Babyface, но взяла в запас. Я кушонами пользуюсь крайне редко. Это единственное тональное средство, которое я обожаю и люблю, и пользуюсь. Мне его хватает на полгода точно где-то, потому что я не каждый день далеко пользуюсь, особенно летом. Так, погнали дальше. Еще взяла одну или две губки в запас, потому что сегодня буквально ходила мыть класс в школу, и подоконники оттирала вот этой губкой без каких-либо средств, с пар там, со шкафчиков, всякие такие, не знаю, чем там замазали, ремонтные какие-то работы и так далее. Все оттирает, все прекрасно. Раковину свою чищу, вот где-то что-то очистить. Без средств вообще абсолютно, девчонки. Это прям классная губка, она идет ни в какие сравнения с аналогами из масс-маркетов, она гораздо жестче, потому что у меня были аналогичные губки. Нет, вот это прям форево. 910-434 артикуль, она очень жесткая, но тем не менее она посуду вот не повреждает. Ну, если вы не будете прям совсем давить, там, не рассчитывая свою силу. Не повреждает, все отлично, все супер. Так, дальше, сухой шампунь взяла. Фаберлик, сухой шампунь, такой средничок, вы знаете, 28-70 артикул, и в наличии пока есть только для брюнеток, но он тоже, в принципе, такой белесый, и блондинкам подойдет себе вполне. После того, как вы расчешетесь или пальчиками распределите, он никаких следов не оставляет там темных. Средничок. Больше всего мне нравится сухой шампунь Батист, но так как сейчас на него заоблачные цены, я, в принципе, мне надо иногда вот на один день там немножко продлить, если мне шампунь какой-то утяжелил там корни, попшикаться для создания прикорневого объема больше, а не для того, чтобы там грязные волосы скрыть. Я иногда так делаю. Поэтому, в принципе, пойдет, пойдет. Так, дальше, девчонки, сказала прокладки. Они почему-то выглядели при заказе в карточке товара как старые. Вот, собственно говоря, дневные и пришли в старой версии. Дневные прокладки с анеоновым чипом, они действительно классные. Вообще все прокладки Фоберлик безумно классные. Аналогов нет. Ничто так не впитывает ни одни прокладки, как прокладки Фоберлик. Если вы еще не пробовали, попробуйте, сравните, устройте тест-драйв. Я устраивала. Не впитывают так другие прокладки никакие. Не оловес никакие. Здесь 20 штук, артикул 112, 88. А здесь дневные прокладки на трусики-стринги не подойдут. Они достаточно широкие. Это на классические трусики. Просто, может быть, для кого-то эта информация важна. А вот ночные уже пришли в новом дизайне. Вот такие вот красивые. Я предлагаю распаковать и посмотреть, ничего ли не изменилось. Артикул 112, 95. Здесь 7 штук. А в прошлом варианте это прям такие девчонки-лыжи. С прокладками Фоберлик у меня гораздо меньше болит живот. Она не болела сильно, но, тем не менее, ощущение дискомфорта было. А здесь у нас турмалин с вами и анионовый чип. И как-то вот многие девочки и в комментариях отмечали, что именно болевые ощущения, они сходят на нет. В смысле, вот так красиво поставим. Мне нравилось, сейчас посмотрим, не изменились ли они во-первых. Упаковка классная. Раз и выбросил. Так, смотрим. Нет, вроде все нормально. Все по-старому. Все как и было. Все здорово. Анионовый чип. И вот они, смотрите, задние крылышки. Какие они широкие и большие. То есть, я их как дневные применяю во время критических дней. Это очень удобно. Это просто обалденные, девчонки, защита от протеканий. То есть, две пары крылышек. Очень удобно. Поэтому рекомендую. Так, дальше. Две зубных пасты для Крестюши. Она, слава богу, полюбила пасты с бананом. Здесь абсолютно нет никакой мяты. Она у меня категорически не приемлит мяту в пастах. И очень тяжело подобрать вообще. Вот эту она полюбила. Несмотря на то, что она 3+, а ей 2, я думаю, ничего страшного нет. Потому что у нее полный комплект зубов с года. Артикул 2886 чистит. Чистит с удовольствием. Поэтому, да, она прям не банана, не банана. Поэтому, слава богу, что полюбилась ей паста Фаберлик. Так, еще одно средство для волос взяла. Мусс. Мне кажется, я если его и пробовала, то года 3 назад, если не больше. Сейчас мне захотелось поделать укладки с муссом. И он еще у нас заявлен как средство именно для придания объема волосам. Вот именно на этот момент я и хочу его потестировать. Артикул 27.01. Потому что сейчас у меня каре, боб каре на удлинение. И мне вот этот объем, он очень важен. Я вообще при любой стрижке объем для волос любила. Поэтому потестируем. Обязательно вам потом расскажу. Так, поехали дальше. Посмотрите, как пришел, упакован новый медовый шампунь. Из линейки вот этой нашей новой. Посмотрите. Вот это что? Почему так? А почему так гели не упаковывали? А что это такое? Я первый раз вижу, чтобы Фаберлик так что-то упаковывали. Смотрите. Оп. Посмотрите, как интересно. Вот такой вот пакетик. Вообще интересно. Это новинка 11 каталога. 380 миллилитров. Цена вопроса этой линейки вообще смешная. 29.20. Артикул. Мне и с крапивой, и с алоей понравился. Я даже забыла больше, чем из них мне понравилось. Я то одним, то другим мыл. Мне кажется, с алоей мне больше понравился. Натуральный горный мед. 95% натуральных ингредиентов. А что он нам обещает вообще? Это питание. Я не люблю сейчас питательные шампуни. Надеюсь, он не будет утяжелять. Но я вам обязательно все расскажу. Кому интересно, можете нажать на паузу и почитать состав. Вы видите здесь мед? О, я вижу в серединке. Это уже радует. Интересно. Густой. Очень густой. На момент отдушки давайте потестируем. Мне в комментариях девчонки пишут, зачем вы все нюхаете. Потому что девочки другие просят. Аромат важен многим людям. Некоторые не приносят резкий аромат и так далее. Еще что-то. Недавно вообще был комментарий. Зачем вы говорите артикулы? Я говорю, 90% людей просят говорить артикулы. Так некоторые еще и цены просят называть. То есть им лень зайти на сайт, посмотреть цену. Понимаете? Даже до такой степени. А тут наоборот предъявы. Зачем вы говорите артикулы? Тратите на это время. Всем не угодишь, короче. Он пахнет медом. Он очень сильно пахнет медом. Прям вот мед, мед. Липовый мед. Липовый мед, который пахнет. Прям вот мед и мед и мед. Слушайте, кто любит, прям вот эту одушку обязательно берите. Так, поехали дальше. У нас обновляется в 11 каталоге линейка Beauty Cafe. И теперь вот так будут выглядеть бутылочки. Очень классно. Мне нравится. Я мыло разливаю подозатором. Я вам уже говорила, который вспенивает. И пенкой мою руки. Собственно говоря, так с этим и поступлю. Смотрите, какой вы стоите. Мне вот эти бутылки, кстати, больше нравятся, чем предыдущие. Артикул 2935. Это грушовый парфе. Мне очень нравятся лаймовые сорбеты, грушовый парфе. Ароматы божественные. Мыло классное. Так, дальше поехали. Что у меня здесь? По ВИПу, по ВИПу. Да, по ВИПу, наверное. Я взяла еще один листовой порошок себе в запас. Отстирывает хорошо, отстирывает классно. Никаких нареканий нет. По ВИПу он выходит с 70% скидкой 300 рублей. Поэтому, в принципе, нормально. Когда стираю темные вещи или не сильно загрязненные, там без пятен какие-то просто освежить. Половинку кладу. Когда какие-то прям серьезные пятна, то кладу целиком. Устраивает. Классная штука. Купончики пришли в бумажные. Они не нужны бумажные. Можете их выкидывать или раздавать клиентам, если вы с клиентами работаете. Да, здесь даже есть графы, которые можно заполнить. Все эти купончики мы будем видеть с вами в 11 каталоге на сайте. И применять их тоже мы будем там. У нас будут разделы специальные, где мы будем по этим купонам с 50% скидкой выбирать себе какие-то продукты. И еще один важный нюанс. Компания анонсировала не так давно, что прям вот гарантированно по купонам будет полный балл. Вот это на самом деле классно. Потому что он однажды как-то был по купонам полный балл. Потом не на все был. Потом редко на что по купонам, когда вот купоны бывают, был полный балл. То есть было гораздо выгоднее сделать заказ без этих купонов. Это касается конкретно девочек, которые выполняют 50 баллов, выполняют 100 баллов, чтобы там зарплату получать и так далее. Кто структуру строит, да? Кому важна вот эта балловая система. А тут прям сказали, что будет полный балл. И это очень радует. Значит, будем все купоны с вами обналичивать. Что надо и не надо. Так, вот и все, мои хорошие. Еще в вип-новинках доступны были два гибридных масла для губ. Но у меня и так прошлое стоит. Рука к нему не тянется. Не тянется, наверное, новые оттенки вышли. Я так поняла, что пропустила в каталоге. Я их брать не стала. А так, в принципе, все, что было доступно, то я и взяла. Слушайте, давайте еще потестировать водичку. Ой, она классная, девочки. Она классная. Она мне что-то напоминает. Вот прям... Слушайте, и на руке я нет. Вот много вылила. Сейчас шлейфит. Шлейфит похоже. Но все равно вот на руке, где из флакона пшикало, там как-то вот этот вот шлейф интересней. Вот честно. Как-то вот он поинтереснее. Не знаю. А так, в принципе, одно и то же, я думаю. Одно и то же. Просто вот единственное, что распылителя у пробника нет, поэтому аромат звучит по-другому, потому что вы его наливаете. Когда аромат соприкасается с кожей в плане распыления и в плане налития, да, это разные вещи абсолютно. Ну вот, собственно говоря, одиннадцатый аромат. Одиннадцатый аромат, одиннадцатый каталог. Все, я прям поклонница теперь этого аромата. Будут классные подарочки тоже для новичков. Много интересных новиночек. Кто не зарегистрирован в компании, ссылочка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду вам помогать. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Кто тестил аромат, но вы обязательно отписывайтесь. Будем обсуждать. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Забыла вам в обзоре показать еще одну новинку. Лецитин комплекс. Девчонки, осень с утра начала пить свои капсулки и вспомнила. Смотрите, какие у них, во-первых, интересные. Вот такие. То есть они уже в корне отличаются от молекулярных БАДов. Сейчас, кстати, посмотрим с вами на сроки. Так, 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 так. Вот сейчас выпила одну. Для чего нужен лицитин? Лецитин, это новинка одиннадцатого каталога. Он нужен для нормальной работы клеток мозга и восстановления клеток печени. Для печеночки, в общем. Классно. На самом деле, классная штука. Много для чего фосфолипиды нужны. Это источник фосфолипидов. И они много для чего нужны. Но именно вот отвечают за восстановление клеток печени. Да, они могут восстанавливаться. Действительно, это научно доказано. А здесь по одной таблетке два раза в день. Артикул 158.10. И артикулы на этих банках по-другому. Я так думаю, что вот этот лицитин, это новая партия. Так, сейчас найду срок годности. Да, девчонки, действительно, это свежая партия. 23-й год, от мая. Поэтому немножко оформление у барышки другое. И с вами бады выглядят по-другому. Ну что ж, будем пить. Восстанавливать печень, улучшать работу мозга. Классно.